здравствуйте так мы продолжаем нашу тему взаимодействия фокуса или объекта внимания и пространство где этот объект находится тем эту тему продолжаем исследовать как работает сознание как работает внимание в этом аспекте соответственно сегодня у нас практика с моим видением давайте я сегодня так стараюсь совсем коротко просто прощать внимание вот какой-то фокус ну то есть буквально такими короткими фразами имея ввиду что мы обращаем внимание на эти отношения объект и фон или пространство где этот объект находится как мы это замечаем так давайте начнем и мы будем переключать внимание с канала на канал как обычно потом постараемся собрать вот так несколько и я напоминаю основную такую будди основной буддийскую модель восприятия у нас не пять каналов восприятия а шесть шестой это окно направленное внутрь таким образом что мы смотрим на внутренние события внутренние объекты внутренние феномены мысли чувства состояния так же как можем смотреть на внешние камера компьютер стол звук запах и так далее то есть стараемся смотреть на это равноценно хотя это очень сложно потому что с этим внутренним и гораздо больше отразделены но это такая тренировками хорошо итак начнем с слухом слухового канала вот с этого собственно звука гонга как взаимодействует звук как явленный нам объект когда он уходит как проявляется пространство то есть и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо, затем дайте сместим внимание в визуальный канал Опять же, замечая, что происходит, когда мы перемещаемся телесного на визуальный Как это переживается? Немножко погуляем вниманием по пространству, где мы находимся Погуляем взглядом Останавливаясь на каких-то объектах ненадолго Замечая их отношения с окружающим пространством Их вписанность в какое-то пространство Фокус Пространство Фигура Фон То есть такой маленькой прогулки вниманием по пространству Давайте обратим внимание Как сейчас это пространство в целом переживается Меняется ли что-то в отношении к нему? Давайте сейчас посмотрим прямо перед собой Установим контакт Взгляд с каким-то объектом прямо перед нами Близко или далеко, неважно Наблюдаем, как он проявляется В вашем внимании, в вашем сознании Как замечаются постепенно детали Отпустим на мгновение взгляд Так, чтобы он расширился Все можем позволить ему снова собираться К какому-то объекту К тому же самому или к другому Будет сам собираться Просто естественным образом Можем замечать, как фокусирование происходит само И опять отпустим Это переживание, как фокусирование происходит Как происходит отпускание фокуса Фокусирование, отпускание Можем несколько раз так поделать Где мы позволим глазам закрыться И обнаружим новые объекты внимания Кто возникает Где это возникает В каком пространстве Теперь давайте обратим внимание На общее состояние На такое настроение Внутреннюю погоду Какая она сейчас Если это объект Внимание То где В каком пространстве он находится Вдохнем Несколько раз Чуть поглубже Чувствую как дыхание Движется Что оно меняет На что влияет Затем опустим внимание В таз Почувствуем точки опоры Если это фокус То в каком пространстве Это находится Ощущение плотности контакта Соприкосновения Таза С этой опорной поверхностью Где это ощущение находится И начнем двигать Внимание По позвоночнику Чувствую как этот фокус Проходя по позвоночнику Что-то меняет В спине Дыхание может быть Но замечая отношения С пространством Где этот фокус находится Дойдем до макушки Подвесим Как будто бы Подвесим тело за макушку Так чтобы все тело Стекало вниз Продолжение следует... Затем соединим Три аспекта вместе Макушка урастающая вверх Вес тела стекающий вниз Ощущение опоры Плотности контакта Позвоночник Если нужно Чуть-чуть покачаться Вперед-назад Поймать ощущение Вертикального позвоночника Треть аспекта Соединяем вместе Распределяем внимание Между ними Добавим четвертую точку Восприятия Живот Слен втянут Чуть-чуть отпустите Когда есть эти четыре точки Внимание Они могут образовывать Такое ощущение Тело как пространство В определенной форме Продолжение следует Всем дайте положим Одну руку на живот Другую на грудь Чувствуем этот контакт Эти прикосновения Тоже таки Появляющиеся объекты Новые Как этот контакт чувствуется Что дышит сейчас Больше Живот Или Грудь Что участвует Дыхание Больше Где можем Как будто Так посылая Какой Импульс от рук Внутрь Спросить Себя Зачем Я медитирую Или Что я воплощаю Этой практикой И послушивайте Ответы Можем Утвердить Этот смысл Эту ценность Произнести Это про себя Такое Посвящение Я делаю Это Чувствую Как этот смысл Влияет На вас Опять Есть ли смысл Сама эта фраза Объект Сейчас Нашего внимания Где это Находится Где этот объект Находится В каком пространстве Как это Переживается Ну что Дайте опять Руки положим Удобно Вернемся снова к этим четырем точкам внимания. Таз, тяжелый таз, устойчивый. Плотность контакта с опорой. Звоночник прямой, устойчивый. Окошко головы устремлен наверх. Живот более отпущенный. Дышащий. Все четыре аспекта одновременно. Опять можем заметить, слетела это сейчас такая фигура, то где фон. Слетел это объект. Внимание, то в каком пространстве он находится. Пройдем по отдельным участкам тела. Замечаю, опять же, когда это становится фокусом, этот участок, в каком пространстве. Глаза. Мышцы вокруг глаз. Нижняя челюсть. Ее вес. Язык. Лицо. Затылок, шеи, плечи. Руки от плечевых суставов до пальцев. Вес рук. Спина, дыхание в спине. Вся грудная клетка, как она дышит. Солнечное сплетение живот. Пах, промежность ягодицы. Еще раз. Плотность контакта с опорой. Вес всего тела стекающего вниз. Ноги от забедренных суставов к стопам. И снова все тело, как единое целое, как такое пространство. Тело, как пространство, в котором много маленьких локальных ощущений, как они взаимодействуют друг с другом. Все пространство целиком, пространство тела. И эти ощущения, возникающие, длящиеся, исчезающие, приятные, неприятные, разные. Спасибо. Спасибо. И теперь, если мы сделаем такой двойной фокус, как матрешку такое. Есть тело, как пространство, в нем есть маленькие ощущения. И одновременно с этим тело вписано в пространство, там, где вы сидите. Даже с закрытыми глазами мы можем как-то осознавать это, вспоминать об этом пространстве. И это пространство, например, если в пространстве комнаты находится, оно включено в более широкое открытое пространство, бесконечное пространство. Пространство Земли, пространство Вселенной. Все просто вспомним об этом. Затем сюда же мы можем добавить простое слушание этого пространства. Мы чувствуем тело и можем слушать звуки. Но не только сами звуки, как объекты, но и расширяя внимание к самому пространству. Даже уводя его куда-то в бесконечность, к тому самому открытому широкому пространству всей Вселенной фактически. До свидания的 встречи. Сейчас раздастся еще раз, может быть, давайте пару раз, звук гонга. Можем его слушать как возникающий объект, когда он уходит, замечать вот это расширяющееся пространство, которое мы продолжаем слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Если мы их отпустим, чтобы они немножко приоткроются Мы можем смотреть вот так сквозь прикрытые веки Расслабленное как бы в никуда Тоже так же как слушаем расслабленно, как чувствуем расслабленно если мы соберем сейчас все эти три основных канала восприятия то есть телесный слуховой и визуальный но без напряжения так чтобы без старания излишне удерживать внимание обязательно на всех них просто имея их ввиду вот мы чувствуем слышим и видим в этом пространстве переживаемого опыта могут приходить какие-то мысли состояние может как-то меняться все это происходит в пространстве восприятия пространство сознания какое-то время можем эти как-то отдохнуть вот он перестать вообще делать какие-либо усилия просто посидеть замечая как все происходит само ощущение происходит сами слух происходит сам видение само дыхание само мысли сами приходят и уходят для не приходит и осознавание то же само происходит и мы можем в этом немножко отдохнуть отпуская всякое усилие всякое старание что любить делать так посидим какое-то время просто отпуская всякое усилие если она возникает и в в и в в в в в в в в в Продолжение следует... 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 к миру я хочу сейчас предложить нам снова вспомнить о пространстве где мы находимся сейчас какая-то наверное есть комната по другое пространство где вы сейчас находитесь в этом пространстве есть какие-то вещи на компьютер телефон стол стул окно пол потолок много всего если мы вспомним про эти вещи окружающий нас что мы не отдельно от них а подушка или тот стул на котором мы сидим держит нас телефон или компьютер через который мы сейчас связываемся здесь же чем много всего есть чем мы связаны чем у входе взаимодействие можем поблагодарить эти вещи то что они просто есть сейчас нашей жизни не нас поддерживает они создают нашу жизнь мы можем пожелать себе 5 чего-то себе но уже связи с этими вещами как бы вам хотелось быть с ними чем хотел себе пожелать в отношениях с этими предметами с этими вещами их отношений с ними наседохнем и распространим как будто еще дальше то есть люди разные люди можем сейчас их как-то не не относить какие-то категории кто-то ближе нам кто-то дальше кому-то у нас отношение такое мы расположены к ним кого-то мы отталкиваем от себя но все это люди с которым мы взаимодействуем что бы хотели пожелать себе в этих отношениях каким как себя проявлять них какое доброе пожелание могли бы дать себе этим отношениям мы можем поблагодарить так же потому что мы благодарили вещи можем поблагодарить нашу связанность с людьми нашу сеть поддержки сильные, глубокие или едва заметные такими легкими касаниями можем пойти еще дальше обнаружить свою связь со всеми живыми существами живые существа которые нас питают деревья, животные, микроорганизмы какие-то из них вредят нам все мы включены в эту общность живых чувствующих существ если мы спросим себя как я хотел или хотел бы сосуществовать с этими существами как было бы правильно и пожелать себе этого и поблагодарить что мы все сосуществуем здесь в какой-то единой сети уже вдохнуть и обратиться к целой планете со всем что здесь есть с ее морями, горами, лесами дышащей планеты с ее атмосферой с ее противоречиями и можем спросить себя как я хотел или хотела бы быть с этой планетой желать себе какого-то лучшего лучших отношений поблагодарить за эту связанность взаимозависимость если мы сделаем еще еще один шаг куда-то в бесконечность в эту вселенную мы редко себя осознаем космическими существами но мы ведь так же и они тоже солнце светит где-то там планета и звезды другие мы как-то включены в это все если какой-то может ли быть такой открытый вопрос может ли быть какое-то направление к отношениям в отношениях со всем этим бесконечным бытием у вас может ли вы пожелать себе чего-то в этих отношениях каких вы хотели бы отношений со звездами всей бесконечности этого пространства вселенной затем мы можем вернуться к себе если руки вы раскрывали то снова можем положить на себя обе почувствовать вот я здесь почувствую себя можем как будто бы вобрать вот все эти аспекты они всегда одновременно здесь и готовы можем как-то себя погладить помять потереть подвигаться как-то надо открыть глаза вспомнить где мы действительно находимся вот здесь здесь в этом месте вселенной очень конкретно хорошо и еще 10 минут потратим на какой-то творческий отклик и еще 20 минут выше и еще 10 минут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что же, мы продолжим наши разговоры и сегодня по расписанию продолжения моих лекций про панчо или про панчо, как раз по горячим следам после вчерашнего. Я хочу продолжить именно примерно с того места, где мы вчера остановились. Вчера у нас был такой формат, где вы больше участвовали. Я, в общем, приветствую, мне это очень важно. Ну, смотря, если вы там пишете какие-то свои замечания, вопросы по ходу дела, или даже там включая микрофон, поднимайте руку, или даже включайте его так. Так вот, я буду обращаться к вчерашнему материалу, поэтому тем, кто вчерашний не слышал, ну, я думаю, что вы как-то поймете все равно. Но все-таки я еще и отступлю чуть назад. Каждый раз я стараюсь напомнить основные моменты, которые мы прошли уже в этих разговорах. Итак, зачем мы, вообще зачем вот эти все теоретические нужные разговоры, я считаю? Это для того, чтобы знать, куда мы смотрим в практике. То есть, если у нас есть задача работать с собой как-то, работать со своим сознанием, у нас есть у всех эта задача, раз мы сюда приходим, мы что-то делаем с собой, мы хотим что-то в себе менять, трансформировать себя как-то. Это я как бы предполагаю, что раз вы сюда приходите, значит, есть такая задача у каждого из нас. Потому что, иначе я просто не понимаю, зачем ты. Ну, окей, вот если эта задача есть, тогда нам важно понимать, с чем, как работать, куда смотреть, собственно, что мы делаем. И сами методы работы у нас вот в основном там созерцательные. Но эти созерцательные методы не могут как-то существовать тоже в каком-то вакууме. Они действуют в целом на нашу цельность, целостность человеческую. А часть нашей целостности – это, собственно, концептуальное понимание, чего мы делаем. Смысловое понимание, смысловое наполнение. И поэтому вот эти теоретические наши разговоры, они тоже важны, я считаю, для такого составления общей карты. Куда мы смотрим, куда мы идем, куда мы движемся. Каждый при этом находит какой-то, естественно, свой путь в связи с своими какими-то, своими личными задачами на данный период жизненный. Тем не менее, у нас могут быть какие-то общие координаты. Можно там, может, тоже в группе здесь сработаем. Ну и в целом, как бы, Дхарма предоставляет такие обобщенные эти карты, конечно же, куда мы можем смотреть. И каждый уже на этих картах всем себя там располагает. Итак, значит, смотрим мы, чтобы преодолевать какие-то ограничения, какую-то свою ограниченность. То есть, если, опять же, мы считаем, что весь буддизм, как любое духовное учение, они, эти учения, про освобождение, освобождение от переживания несвободы, от чего-либо. Самого какого-то глубинного, гистенциального, такого переживания захваченности, вот с миром захваченности чем-то. Так как мы работаем с собой, в первую очередь, мы как бы направляем внимание туда внутрь, мы обнаруживаем, что мы не свободны очень от каких-то своих программ, которые мы сами себе не устанавливали. Таким программистским языком говоря, что как бы огромное количество, может быть, большее количество, большее число программ, которые во мне там как-то крутятся, которые я обнаружил, я понимаю, что я этого себе не устанавливал, что это само собой запускается, и тогда как раз у меня есть переживание, что как бы эти программы, они меня как вот переживание, меня как такого действующего субъекта, переживающего субъекта. Ну вот, вот это хорошее слово в английском, я, честно говоря, не знаю, такого вот, такого же хорошего перевода на русский, agency, да, то есть такое вот агентство, то есть когда я, ну, свобода воли, наверное, так вот можно перевести, ну, то есть когда я переживаю, что я свободен что-то делать, в том числе, например, свободен что-то чувствовать или что-то не чувствовать, да, выбор вот своего состояния, первую, наверное, очередь, чувствую ли я субъективно себя свободным или нет, это если меня захватывает что-то и чувство мысли, черту мысли, вот это некое состояние, то в этот момент я, конечно, переживаю, что я не свободен, что меня как бы как будто похищают у меня самого, вот, и, соответственно, это происходит не просто так, а в связи с какими-то работающими внутри механизмами программы, которые вот инсталлированы в нас, не знаю, природой, культурой, природой-культурой, вот все это вместе, вот я получил все такое, как я есть, со всеми, со всеми, со всем этим программным обеспечением, сейчас там в психологии многие такие программы называют там когнитивное искажение или байос, вот оно хорошее название такое, что оно как бы показывает на то, то, что мы соприкасаемся с реальностью, мы живем в реальности, и далеко не всегда мы видим эту реальность ясно, четко и таким образом, чтобы это нас направляло в более верное какое-то, к более верному решению, к более верным действиям. Ну, мой пример, который я часто привожу, он просто такой очень показательный, вот когда стекло очень чистое, вы можете попытаться пройти сквозь него, не заметив его. Вот это пример такого байоса, байоса, то есть вот этого искажения, когда просто чем-то увлечены, например, если вы увлечены, извините, еще добавиваю потихонечку, так вот, если ваше внимание чем-то занято, не только внешними объектами, вы смотрите по сторонам, а чаще в телефон во время своего движения, но оно может быть занято, вот как раз если мы говорим об этих искажениях фогнитивных, оно занято вашими мыслями, вот вы идете по улице, а сами находитесь большой частью где-то в другом месте фактически, что-то такое крутится, 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 а тут, понимаете, ли стекло, вот в магазине, вы еще и в магазин решили завернуть, там стекло, и вы его не заметили, вот бам, происходит такое, и, соответственно, боль, боль возникает от столкновения с реальностью, какая она, так, какой она есть, так вот эти вот когнитивные искажения, мы можем, в общем, рассматривать их вот метафорически, вот как-то, как такие примерно, как вот со случаем с столкновением со стеклом, вот, но я вот, когда сейчас про это думал, что-то начать, вот эти байсы, вот эти когнитивные искажения, окей, многие из них мешают нам, вот прям как бы в жизни, да, но если задуматься, а почему, как, ну, они ведь зачем-то, вот зачем мне инсталлирована такая программа, чтобы я, значит, сталкивалась со стеклом, но, по-видимому, это старая версия просто, ну, как сказать, когда она ее инсталлировали, стекол не существовало в природе, не было просто стекол, не изобрели еще, вот ходили обезьяны, там какие-то мои предки, и стекол никаких не было, не врезались они в эти стекла, вот, и вот, соответственно, какие-то из этих программ, они, в принципе, нам нужны, были, возможно, 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 и сейчас в определенных условиях они нам нужны, но не во всех, вот это вот проблема в их ограниченности, в их ситуативности в определенной, но проблема как раз в том, что они стремятся, ну, или как, они запускаются, они распространяются, так они, как они бессознательные, они автоматические, то они распространяются на те области, где они не годятся, ну, вот, мы в прошлый раз, какой прошлый раз, прошлый месяц, у нас была эта практика ведана, да, мы исследовали, старались замечать ощущения приятные, неприятные, нейтральные, да, вот эти, скорее даже не сами ощущения, а тональности ощущений, тональности переживаний, вот это такая программа, просто базовая для любой, для всей жизни, для всей жизни, потому что иначе, как нам различать, различать опасное и безопасное, как нам различать ресурс и не ресурс, нужно это как-то определять, и вот природа выдумала такое вот решение, придумала, ну, и вот мой пример, там, с какими-то этими амебами, микроорганизмами, он очень просто, тоже показательный, если существо примитивное, так сказать, оно простое, да, вот мы говорим, простейшее, организмы простейшие, самые-самые простые, у них очень простая жизнь, она там в своей, туфелька, туфелька это в своей среде, где она там обитает, плавает, на ней реснички, она ресничками все ощупывает и пробует как бы на вкус жизнь, вот, среду, так, и ей надо все время определить, приятно, нейтрально, неприятно, приятно, нейтрально, неприятно, и в ее мире, судя по всему, я никогда не переживал мир, мема, но я представляю, фантазирую, что в ее мире там бы либо то, что приятно, то, что приятно, оно автоматически, значит, еда, какой-то ресурс, она его поглощает, то, что неприятно, оно, значит, опасно, оно от него так куда-то уходит, а все остальное нейтрально, ей, как так сказать, по барабану, вот все равно ничто не важно, остальное, то есть она заточена, приятно, ресурс, неприятно, опасность, все, и, ну, наверное, я предполагаю, с амебами это хорошо работает, там нет никакого этого байса, но при усложнении организмов мы находим множество, множество, множество разных уже вот этих искажений, в смысле не искажений, а не точностей выполнения этой программы, и самые, значит, уже с нами, с нами, какие самые, наибольшие проблемы происходят, вот, и опять, если мы скажем, что вот какие-то наши предки, тысячи, десятки, сотни тысяч лет назад, живя в лесах, там, где, ну, в природе, в живой, вот, это было примерно так же, это лучше гораздо работало, хотя, наверное, тоже случались ошибки, но вот попробовал этот человек, что-то на вкус, сладенько, вкусно, значит, ресурсы, сладкое, сладкое, это энергия, сахар, это энергия, жирная, это энергия, соответственно, попробовал, вкусно, употребил сразу, причем, когда холодильников нет, надо сразу все употребить, надо все вот как амеба, раз, поглотил все это, что невкусно, что вызывает отвращение, то, естественно, опасно, тухлятин какая-то, значит, выплюнул все, нет, то есть, работает, ну, вроде бы все хорошо работает, но мы же не остановимы в этом, то есть, вот, если вот этот, вот, если в это не добавлять сознание, как раз, сознание, то мы будем, что, мы будем этот сахар, например, добавлять везде, и мы это делаем, вот сейчас в магазин зайдешь, там не то, что сахар надо искать, сладкую, тут энергию, от него прятаться, там, значит, вот он везде, потому что, и мы понимаем, что уже, что это вредно, хотя вкусно, да, сладкое, приятно, а вредно, и вот так, огромное количество всего, огромное количество, постоянно, на каждом шагу, вот это вот, приятно, нейтрально, неприятно, я вот, с начала войны, как раз, очень много про это и говорил, как, думаю, вот увижу просто, что, как, насколько, та самая нейтральность, превращающаяся в игнорирование, игнорирование именно, сколько она делает, такую свою тоже злую работу, с нами, потому что, игнорирование войны, в итоге, приводит, к большим бедам, или игнорирование, какой-то, перед войной, там, какой-то, всей этой общественной ситуации, нашей, которая шла, 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 постепенно к войне, игнорирование, вот, очень людей, как нас, там, как граждан разных этих стран, так и политиков, конечно, как основных, те, которые решают, и очень часто мы, игнорируя, там, не знаю, в самом организме, какие-то симптомы, которые нам, там, подают знак, мы на них не обращаем внимания, мы отворачиваемся от них, мы игнорируем в отношениях, какие-то симптомы, даже в семейных, там, каких-то человеческих, не обращая внимания, ходим тоже от этого. Так вот, это такое маленькое снова, возвращение к прошлой теме, от этого ведана, потому что она, в общем-то, часть этой темы, которую мы сейчас рассматриваем, потому что она встраивается в нее, но это просто как пример, может быть, более нам даже как-то понятный, вот, как, я надеюсь, сейчас я еще раз к нему вернулся, почему эта проблема, что, с одной стороны, этот механизм помогает нам выживать, он до сих пор помогает, в очень многих ситуациях, действительно, машина на меня несется, машина несется, я испытываю страх, это неприятное переживание, мне нужно отпрыгнуть, я пробую какую-то еду, я чувствую, что она тухлая, я не ем ее, это все еще работает с нами, но, как вот, другие примеры показывают, насколько это байос, насколько это искажение, просто, когда оно распространяется на те ситуации, где оно просто не годится, не работает, тогда что, почему мы, тогда вот, мы делаем этот сам механизм, фокусом нашего внимания, чтобы просто его иметь в виду, просто это иметь в виду, что это в нас есть, что во многом это нам нужно, помогает, но у этого есть свои ограничения, вот такая простая идея, в общем-то, добавлять сознание в это, что, да, механизм работает, работает железно, прекрасно, без него не выживу, пусть работает, но я постараюсь быть больше, быть шире и замечать его работу, и когда она неэффективна, когда она не годится в каком-то контексте, не следовать за этим механизмом просто, не следовать за всем, что приятно, хватая это, не отталкивая все, что неприятно, не избегая этого, постараясь, стараясь, может быть, не игнорировать все остальное, что как бы, что в принципе, как-то не обращать внимания, обращать внимание на разные вещи, вот, и вот дальше он переходим к пропанче, тоже как липопанче, как к такому определенному, определенной зоне нашего внимания, еще раз напомню, что это переводится как два, там есть два аспекта, на которые мы обращаем внимание, и, собственно, и перевод по этому часто, либо то, либо другое, либо как-то вот вместе, что означает это по панче, или пропанче, первое, это фиксация, то есть это фиксирование на чем-то, игнорируя все остальное, вот какое-то вот собирание, вот как и чем мы сейчас с вниманием так работаем, вот что с вниманием собирается к точке, игнорируя фон, он есть, но мы его перестаем как-то иметь в виду, точно так же внутри, если возникает какая-то идентификация с чем-то, с кем-то чувством, с переживанием, вот оно фиксируется, и на какое-то время оно как бы застревает в нас часто, вот, собственно, та самая захваченность, которую мы переживаем определенными состояниями, чувствами, когда оно становится обсессивной такой, да, не когда просто чувства текут свободной рекой, как-то меняясь все время во времени, даже мы живем во времени, и вот, собственно, получается, что это фиксация, она происходит во времени, в первую очередь, да, то есть, как бы, вообще, мы, фактически, это такой процесс, это река, движущаяся во времени, через время, и вот, чувство какое-то, например, захватило, и все, и оно не отпускает, и оно крутится там, то есть, произошла фиксация на нем, я, как бы, все остальное, всего остального себя, фактически, игнорирую, да, я захвачен этим именно, причем, ну, это, если, опять же, связывать это с веданой, почему эти механизмы, ну, это, как бы, это про одно вообще-то, это просто, мы на этой карте, как бы, такие вот, различаем зоны, куда мы смотрим, они, в общем-то, искусственно, мы эти различия проводим, чтобы просто удобнее было смотреть, концептуально пока, но и в практике тоже замечать это, когда это, что возникает, какие аспекты, так вот, получается, что когда мы захвачены каким-то переживанием, оно может быть либо очень приятным, ну, не знаю, например, каком-то сексуальной страсти, или даже просто фантазия, да, об этой, то есть, не в процессе этого сексуального, так сказать, акта, вот, а вот фантазия об этом, да, или она может быть очень неприятная, очень, и вот, здесь мучений гораздо больше, страданий гораздо больше, все это может быть, любое, там какое-то чувство тревоги, например, тревога, да, вот сейчас у нас доминирующее, наверное, больше 100 из нас чувство тревоги, опять же, о будущем, опять же, все это связано со временем, о том, что может произойти, захват это не отпускает, ну, и огромное количество у нас спектр чувств, которые нас могут захватить, или состояние, даже скорее, потому что оно обычно комплексное, то есть, это не обязательно какая-то эмоция, такая краткосрочная, это вот, собственно, как раз состояние, и вот, и значит, сфиксация, и второе, это такое разрастание, или распухание, ну, то есть, опять же, когда это переживание занимает все место, отечественки, меня, все место, в моей жизни, все, что есть сейчас, занято этим переживанием, например, если уж обиделся, то все, ничего больше не существует, вот обида, 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 если там тревожность, то ничего больше не существует, тревога тревог 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 если одержим чем-то вот тоже сильно приятными на как страстью такое то тоже значит вот все это заняло мое все пространство моей жизни ну и вот понятно что это может быть проблемой особенно если надолго застрялено в этом и вот я тогда наверно так что нам сказать следующее значит вот мы как бы рисую эту карту или там дхарма рисую эту карту буддизм рисует карту при своей любви классификации но именно эта классификация она нужна именно для удобства мы там скажем веда на вот выделили 3 этих аспекта здесь мы берем это панчи про панчи и тоже выделяем 3 аспекта опять же чтобы мы могли замечать что-то так как это как это устроено в нас эта программа моё как бы рассматриваем ее код как будто бы опять метафорически говоря программерским языком а так вот выделяется в этой про панчи три аспекта первое это манна или вот эта гордость высокомерия тщеславия или вообще я я как какой-то особенный я как вот как нечто отдельное отдельная фиксированная и занявшая в общем то вот как раз все пространство восприятие что ли жизни все пространство жизни второе это танк жажда вот это вот опять же моё и это очень сильно связано как раз механизмом веда на хватание приятного отталкивание неприятного это все про моё понимаем что когда вот что-то я хочу присвоить делать моим есть это как-то употребить это и что-то там вы расценивая мною как опасное отталкивая не моё стараясь опять же отделить себя от этого вот и здесь опять да это говорю важно все-таки вспоминать что этот механизм для нас полезен и нужен для выживания но он не всегда полезен для жизни здесь еще такой может быть вопрос сами себе задавать вот есть режим выживания а есть еще какой режим когда мы вот говорим об этих механизмах то они действительно хороши для выживания они собственно вот работают для этого буддизм в общем то этот режим выживания называется сансары вот таким словом где где жизнь исполнена вот этим бегом то есть это бег какой-то по кругу для 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 того чтобы выжить ну чтобы что вот в принципе там понятны задачи там эволюции чтобы продлить жизнь рода прожить продлить жизнь самой жизни и соответственно мы как части этого мы вот включены в этот бег и все эти механизмы они обслуживают обслуживают это и поэтому для выживания нам это надо но вот другие аспекты вот это вопрос мне кажется очень личный такой интимный сказал которым который важно задавать каждому человеку который вообще-то как-то задумывается жизни а если я разделю эти два режима вот если режим выживания а второй режим он какой как называется а а если он вообще в моей жизни а нужен ли он мне вообще про что это вот и меня здесь нет ответов здесь есть этот вопрос что это за второй режим если он существует кроме режим выживания зачем вообще жить кроме выживания вот так вот и получается что если для выживания этот танк подходит то ну и даже выясняем сейчас для сложного выживания сложных организмов типа нашего уже и даже он не всегда срабатывает и и и для выживания но и вот для второго режима жизни будет наполнены каким-то другими смыслами кроме выживания очень часто он мешает вот еще раз значит мана гордость и скамерия танк жажда моё и не моё то есть если мана это я я я то это моё 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 и третье мечи дети это фиксированные взгляды или вот эти как бы неправильные взгляды которые как раз такие вот позиции такие мнения взгляды на жизнь которые собственно поддерживают первые две эти я и моё но мы это как это еще разберем все так вот я вчера показывал картинку далее анастасия пишет туннельное мышление ну да да вот собственно это пара про это когда сужение происходит так сейчас я покажу я все время это сбит сбивается как-то вот эту картинку я еще раз и вы вывел на экран это значит картина дали который как мне кажется вот она хорошо иллюстрирует хорошо иллюстрирует все это и там панчу да то есть вот часть что этот образ нарцисса который увидел свое отражение в воде и застыл вот это застывшись застылость здесь происходит своего образа отдельного от всего остального отдельно все остальное такая и окаменелость не зря он тут дублирует это видите в камне еще в этом и и вот вчера мы когда разговаривали ну я так как-то рассуждаю об этом что вот виски этот образ когда он окаменел застыл и занял пространство сознания всего вот все пространство сознания этого человека он как бы распух этот образ себя разросся до заняв все собой все собой ведь он вот он голову наклонил то есть он ничего не видит кроме этого образа и я скажу что там вот есть группа людей понятно что они делают вот но какая-то группа людей которые там с которой в принципе которые тоже существуют и который этот человек мог бы быть связан он в принципе то с ними связаны так но он как бы сам себя исключил из этого сообщества изолировав себя в своим образом как вот увлекшись собой исключительно вот на что нато написала такой комментарий я считаю то есть очень правильный такой оправданный что но ведь и группа может как бы отторгнуть человека и мы часто это замечаем и часто это знаем вот мы тоже об этом говорили что сравнивает ценности ценности традиционного общества условно традиционного и условно современного мы говорим что традиционно общество больше там при том что там есть больше связанность в обувь за и такой взаимоподдержки какой то цельности этого а тем не менее там есть большая гомогенность, то есть все должны быть более-менее одинаковыми. Те, кто выделяется, их наказывают, вплоть до изгнания или даже убийства. Современные общества, наоборот, характерны большим разнообразием, то есть каждый человек выражает себя как-то, но при этом теряется связь, то есть мы чувствуем себя более изолированными, более одинокими вот своей вот этой вот особости. Вот это слово, кстати, особость. Я особенный, я особенный, и я обособленный. Как-то это очень близко, там какие-то одни и те же корни, судя по всему. Особливо, вот есть такое русское слово. И, кстати, в славянском «субичный». «Субичный» – это эгоистичный. Вот тоже вот, то есть себя, я, вот это про себя, это все. Так вот мы видим, что ни там, ни там нет идеала. Ну, в смысле, что каждая из этих ценностей несет ценности традиционного общества, так как гомогенности, в нем есть плюсы вот этой связанности большей. И минусы, что человеку не позволено как-то себя выражать. И, значит, в современных вот этих обществах, где становится важна личность, личностное развитие, личностное какое-то самовыражение, самовыражение, разнообразие это самовыражение, творческое какое-то отношение к этому самовыражению. Там, соответственно, это большой плюс, как мы там чувствуем сами для кого цены особенно, это самовыражение цены. А при этом как бы теряется вот эта связь с другими, потому что настолько мы разные, что нам бывает сложно встретиться в этом разнообразии. И вот мы как раз вчера говорили там с Верой, что, в принципе, наверное, наш путь, он в каком-то балансе таком. Можем ли мы как-то быть вместе, но при этом позволяя друг другу быть разнообразными. И тут мы все равно не можем прийти к какому-то идеалу, потому что существование любой группы, существование любой группы подразумевает все-таки какие-то правила, например, существования. Нет групп без правил. Опять же, эти правила могут быть прописаны, могут быть приняты как-то по умолчанию, в смысле, что не проговоренные, прописанные, но как бы имеющиеся в виду. Вот как мы себя ведем здесь, и что мы там делаем, что мы не делаем, что мы говорим, что мы не говорим. Ну, например, наш пример, пример, который, наверное, все помните, помните ли, многие из вас, когда одна из участниц, ну, она просто приходила не каждый раз, она пришла в каком-то своем таком переживании, состоянии, она рассказала, что она там собирается в Крым ехать, и это вызвало большое, ну, как бы такой стип, большую, ну, много чувств, да, много чувств, и такого, в общем-то, чувств, торгающих ее, да, по понятным причинам, что сейчас это такая накаленная тема во время войны, и, соответственно, дальше фактически наша группа отторгла этого человека. Собственно, она больше уже не приходила, она писала в чате свои переживания, свои чувства. То есть любая группа подразумевает там проговоренные или непроговоренные правила, какие-то установки, установки. Поэтому мы, наверное, никогда не сможем дойти до какого-то вот идеала, где мы бы были таким вот абсолютно, ну, вот мы были бы вместе, мы были бы вот друг друга поддерживали, как-то очень хорошо так как-то чувствовали связь такую, при этом каждый вообще мог бы делать, что хочет, выражать себе, как хочет. Вот просто когда тот случай произошел у нас с этим Крымом, уже там в чате наша другая участница, она сравнила это, говорит, что ну вот почему, ну, то есть когда просто это произошло, мы почти не отреагировали на это. Мы начали реагировать уже позже. И вот первая реакция была в чате, когда наша участница другая сказала, ну, представьте, что вот я буду сидеть и с кошкой, и возьму у нее ухо откушу и буду ее жевать. Ну, такие вот, конечно, сравнения метафоры экстремальные. Ну, вот такое действие, действительно. То есть мы не позволяем тут как бы чему-то происходить. Или вот время от времени сюда лезут хулиганы, да, вот кто присутствовал, там, был несколько раз, когда хулиган какую-то порнуху там, значит, запускает, что здесь, значит, что такое происходит. Опять, я этих хулиганов беру и выключаю. Ну, в смысле, что я их удаляю отсюда сюда. Почему? Ну, потому что это не соответствует тому, что мы здесь делаем. Это нам мешает. То есть вот такую степень самовыражения мы здесь не позволяем. То есть поэтому вот это вот, ну, как бы, если мы берем ценности этого традиционного общества, связанности, гомогенности и ценности этого самовыражения, ну, где-то мы ищем, какую-то середину между ними. И, Анастасия, я вижу вашу руку, я сейчас просто мысль доскажу, и потом... Бам, бам, слово. Так вот, возвращаясь к Натиному, вот этому, то, что НАТО вчера сказал, какого-то того, что группа может тоже отторгнуть. Да, это возможно. И мы можем рассмотреть, но что она написала, что группа... Собственно, вот этот человек, вот он такой, как есть. Да, вот он окаменел. Вот он одержим собой стал. И он перестал быть таким, как этой группе нравится, что ли. Вот его такое самовыражение, сознательное или бессознательное, но таково. Он каменный, и он увлечен собой, он их не видит. Тогда группа тоже не может его принять, и она его отторгает. Да, мы постоянно, но регулярно с этим встречаемся, с такими вещами. То есть, опять же, человек не соответствует чему-то групповому. И в каком-то смысле, можем сказать, что группа тоже может стать нарциссом. Группа может увлечься собой, как вот мы здесь, вот этой своей гомогенностью, опять же. Вот мы здесь такие, как мы есть, и мы отдельные от всего остального, мы другие по отношению к другим группам. Это тоже неизбежно. Вот. И тут, опять же, нет никакой, я считаю, нет никакого решения, которое бы сняло бы это противоречие, сняло бы этот парадокс. Да, у нас группы существуют в больших группах, они как-то включены, они отделяют себя от других групп. Вот во время войны эти группы воюют. То есть это неизбежно, вот это все это разделение происходит. Но еще раз я напомню, зачем мы все это рассматриваем? Чтобы видеть. Чтобы видеть и чтобы иметь в виду. И что все-таки, так как мы работаем здесь с собой, с собой мы работаем, они, то есть мы не занимаемся здесь какой-то, ну вот конкретно в формате, в контексте наших здесь встреч, мы, в принципе, занимаемся собой, да, мы не занимаемся социальной какой-то большой деятельностью. Поэтому вот в этом аспекте мы просто стараемся обращать внимание на эти механизмы, которые есть в нас, в нас личные, в нас как частей там каких-то групп. И решать уже в конкретных ситуациях, что мы делаем, что мы не делаем, есть ли где-то середина. Насколько мы автоматически, скажем, отторгаем человека, если он действительно как бы делает что-то не то, по нашему мнению. Или мы все-таки его можем каким-то образом принять? Каким? Зачем? Где проходит эта граница? Она всегда проходит в конкретном месте прямо сейчас. Вот как сейчас я с этим? Как я сейчас с этим? Может быть, у меня вчера был сильный какой-то такой вот сильная реакция на чьи-то слова, там реакция отторжения, там гнева, например. А потом я переспал ночь, встал, понимаю, что меня чуть-чуть как-то это отпустило, и может быть, я уже могу из этого нового переживания впустить этого человека уже, да, в какое-то свое... Если это нужно вообще, зачем это нужно. Все это все вопросы для того, чтобы замечать это, чтобы не быть автоматом этого. потому что автомат этот работает как на личностном уровне, так и на уровне групп, конечно же. Поэтому НАТО здесь, понятно, права в этом, что группа может стать таким же нарциссом, как человек может стать нарциссом и окаменеть в своей вот этой вот, застыть, вот что мы такие и все. Вот. Но дальше я бы еще один шажочек я хочу провести. Вот, окей, мы сказали, что вот если посмотреть, почему я держу эту картинку открытой, потому что, смотрите, вот у нас есть вот этот человек, нарцисс, который застыл со своим этим образом. Есть эта группа людей, которые тоже вот такая группка, в каком-то смысле тоже мы ее сейчас можем рассмотреть, что она такая вот застыла сама в своих отношениях. Вот они что-то там делают, что-то у них там происходит. И они действительно как бы отдельно, группа отдельно и человек отдельен. Но если мы посмотрим еще шире, вот сегодня мы делали это, сегодня предложил эту методу специально такого рода, что если мы соотнесемся не только с людьми, потому что это как бы вроде как очевидно, вот членом какого сообщества я являюсь, да, с кем я? С людьми, конечно же. А только ли с людьми? Только ли с людьми? А животное, живое существо и прочее. А вот сколько во мне, вот есть же ученые же говорят, что в нас там, я даже не помню какое там соотношение точное, процентное, но там какое-то невероятное преобладание в нас клеток других организмов, то есть микроорганизмов. Их огромное количество по сравнению с нашими клетками. То есть на какие-то порядки их больше. То есть мы находимся в постоянном симбиозе с другими существами. Мы вот ходим в своем теле, говорят, это я, вот это я. А это хожу не я, а мы. Это какие-то миллиарды, миллиарды, миллиарды живых существ. Вот сейчас одновременно там как-то сосуществуют и живут, и в общем-то сотрудничают, и находятся в каком-то симбиозе. Какие-то из них вредят. Какие-то из них находятся в противоречивых отношениях, даже в какой-то борьбе внутренней. Но все это я ношу, вот как бы то, что я считаю собой. Дальше пойдем вот эти вот вещи. Почему сегодня я к вещам обратился? Потому что мы с ними тоже, вот это какие-то, мы вписаны во все это, они вписаны в нас. И вот весь мир, да? И если мы посмотрим сейчас на эту картину, что действительно, вот если бы этот человек, нарцисс, поднял глаза оттуда и увидел бы это все, он бы увидел этих людей, и этот пруд, и вот все это вот собака, вот там небо, вот скалы, вот все, вот это все, он включен в эту связь, он одновременно все это, он сеть всего этого. И когда мы уже говорим о практике, то имеет смысл на это обращать внимание, что каждое мгновение жизни я в любом случае с чем-то связан, я в любом случае включен в какую-то сеть каких-то потоков, каких-то отношений. Не обязательно могут быть люди. В какой-то момент я могу от людей уйти и пойти, например, в природу какую-то, или вот просто даже в мире своих вещей, вот здесь в комнате. Но мы можем делать это фокусом внимания. Так как я... Это тоже нас может расширять, это может нас уводить от этой вот, от этой обсессии с собой отдельным ограниченным. Окей, сейчас я эту часть завершу. Анастасия, вы скажете, что вы хотели сказать? Здравствуйте. Я вот на то, что на первой части лекции, не на вчерашний вопрос, а вот на первую часть лекции я бы хотела задать вопрос касаемо того... Ну, то есть я не совсем то ли поняла, то ли расслышала, как... Ну, то есть я вот пропускаюсь через свои слова, и вот, например, ну, через свое какое-то ощущение. И вот, типа, есть мир, и есть какое-то мое отношение к нему, то есть оно чувственное, да, какое может быть. И, например, например, я маму вижу не как мам, я вижу, например, ее из-за своего чувственного искажения как нечто большее, чем просто человек. Или я вижу... Кого? Или я, например, вижу дерево и голубое небо, и для меня это не просто что-то... Не просто дерево, а что-то очень... Какое-то невероятное сочетание вот этого всего, которое родило ощущение, и я пошла, это нарисовала. И вот как бы результат моего искажения собственного, моей искаженной перспективы, то есть это... Это дает... Эта искаженная перспектива, она дает как бы продукт определенный, то есть и так же как бы влияет на реальность. Получается, что так, что она становится частью реальности. И... Ну, опять же, рецепта нет. Ну, как бы понятно, что алгоритма какого-то конкретного нет, но, опять же... Но в то же время, если мы будем полностью осознаны и видеть, то есть мы превратимся, получается, в роботов, да? Ну, это вот слишком, если уходить, то есть это мама, она просто мама, она просто человек. Это дерево, да, небо, да, атмосферная оболочка, да, да. А еще у меня рождаются какие-то чувства, потому что я вот такой чувствительный человек, ну, ничего, как бы... И как бы теряется, то есть теряется возможность что-то сделать с этим, ну, другое. и вот связующий какой-то механизм я пока что, ну, не понимаю, как это связать. Связующий механизм между чем и чем, Анастасия? Между вот своей, ну, перспективой и реальностью. Ну, реальность, вы имеете в виду, вот, например, вы говорите, мама – это только мама и все. Это реальность. Ну, дерево – это только дерево и все. Ну, как-то так, да. Ну, то есть то, что я вижу, то и вижу. То есть вот, например, есть яблоко, оно просто яблоко, оно плод с дерева. А в то же время я его, например, начинаю есть и оно совершенно вот другое какое-то ощущение дает. То есть я как бы начинаю его пропускать через себя. Вот. Ну, я вот дальше я не могу сформулировать. Ну, окей, я примерно понимаю, какой у вас тут затык. Мне кажется, как раз вот это, если я говорю мама – это мама и все, как бы это функция. Если дерево – это какое-то вот дерево очень определенное и все, то, а если яблоко – это вот только как оно выглядит и все, то это как раз-таки нереальность. Это наоборот. Это ограниченное, это ограничение. Это как будто я действительно все, все многообразие, как я мог бы воспринять, как говорите, попробовать, я ограничиваю чему-то одному. Вот, например, мама, вот у меня мама зовут Светлана Сергеевна. Говорю, смотрю на это, вот Светлана Сергеевна. Так, эта функция родила меня и все. Да неужели? Да неужели? А то, что она всю жизнь работала там преподавателем, ее называли Светлану Сергеевну, это не она уже, а то, что она, не знаю, ходила в магазин, а то, что она любила своего мужа, а то, что она путешествовала там где-то, то, что она жила какой-то своей жизнью, то, что у нее был богатый внутренний мир, это все не она, все не она, все не она, тоже она. Вот это реальность. Как раз таки мой point здесь, моя здесь вот эта идея, что реальность всегда шире, чем какие-то наши концепции о ней. мы всегда видим вот какой-то аспект и вот это вот о чем мы здесь, о чем я стараюсь здесь говорить, о том, что как бы реальность всегда больше и шире вот в этой картинке как раз, давайте ее опять покажу, почему я вот это вот сказал, что, скажем, вот он увлекся своим отражением и он как бы зафиксировался на нем, вот только так, переставая видеть там весь мир. он мог бы точно так же увлечься кем-то другим. Ну вот, например, когда мы влюблены, мы смотрим на другого и вот он теперь, только он или она, вот только она, все, затмил весь мир. И только в одном аспекте, в одном он или она сейчас для меня, для меня и все. То есть как бы вот это сужение происходит. Нет, но опять же, вот то, что вы говорите, это про факты, да, то, что вот у нее была полная какая-то длинная жизнь, в которой и исключалась, например, я. Но мое отношение к ней, то есть мое внутреннее отношение к ней, оно, ну, чувственное. То есть оно что-то, то есть она, мама рождает, ну и вообще люди какие-нибудь близкие, рождает какое-то чувство во мне, какое-то отношение ко мне. И всегда ли это хорошо? Ну, хорошо ли вообще рождать отношения? Именно чувства. Вы можете не рождать отношения? Ну, могу. То есть как? Ну, вот у вас, ну, приведите пример, когда вы никак не относитесь к чему-то или к кому-то. Настя, если вы видите кого-то, вот вы сейчас меня видите, мы в отношениях сейчас, мы породили отношения какие-то. Вы имеете в виду, что какое-то эмоциональное отношение, специфическое? Ну, да, не обязательно, но может быть эмоциональным, но у нас всегда в любом случае отношения есть. То есть я не очень, мне кажется, отношения получается искажение, равно искажению. Отношения? Ну, равно искажению. Ну, окей, я, да, я, кажется, понял. Мы не можем не искажать. Ну, вот я опять этот пример, я его часто привожу, еще раз его приведу. Давайте соберем в одной комнате человека, собаку, кого еще, летучую мышь и пчелу. Три таких, четыре существа. У них будет один и тот же мир, они будут смотреть одинаково на мир, у них будет одно и то же отношение к этому миру. Нет, разное, потому что у них совершенно по-разному устроено восприятие. У собаки разит нюх, так, как нам и не снилось вообще. Мы понятия не имеем, какой мир у собаки. У летучей мыши, вы видели собаку? Видели, как она гуляет, как она нюхает все, нюхает, что она там нюхает? У нее какой-то мир раскрывается, она знает что-то об этом мире, о чем я понятия не имею. Она ходит там своими маршрутами по запаху. Я не могу воспринимать мир, воспринимать мир, как собака. Я не могу воспринимать мир, как летучая мышь. Она не может, как я, воспринимать. И когда мы говорим о нас, о человеческих существах, вот мы с вами разговариваем, у нас разная история, очень. И эта история накладывает обязательно какие-то фильтры восприятия. И да, у нас есть какие-то отношения. Вот скажем, у меня есть мама, я к ней определенным образом отношусь. Если я вас представлю, скажу, то Анастасия, вот Светлана Сергеевна, у вас будет другое отношение. Вы не можете отнестись к ней, к моей маме, так же, как я к ней отношусь. Потому что она вам не мама. Она вам какая-то чужая женщина. Конечно, у вас другое отношение к ней. А как иначе? Проблема не в том, что у нас всегда есть какое-то отношение. Оно может быть более сильное эмоциональное, может быть, но всегда просто в каком-то контексте. Это может быть нейтральное отношение. Нейтральное. Ну вот, я с вами разговариваю, у меня нет никаких к вам прям, знаете, специальных там, например, что-то, я хочу так, Настю, убедить в чем-то, что-то вот. И от вас, в принципе, ничего не надо. Но мы сейчас с вами в любом случае в отношениях. У нас идет такой диалог, разговор. Мне, например, интересно, мне вы интересно. Вот у меня есть отношение интереса, интереса к тому, что происходит сейчас между нами, какое понимание у нас возникает или не возникает. Это мое отношение в любом случае. Оно не сильно эмоционально заряжено, оно не наполнено там ни гневом особым, ни радостью, ни чем-то еще. Но в нем есть любопытство, интерес, интерес к продолжению. Окей, это отношение. И вот это всегда происходит у нас, всегда к чему-то какие-то отношения. Но вот еще один пример, который я, опять же, привожу из другой Насти. Вот у меня есть подруга, которая рассказывала, как она ходила к зубному врачу, ей надели желтые очки, чтобы ей, значит, было получше. Ну, как-то, чтобы она это все в желтом, желтый цвет, он влияет, как-то уменьшает там страх и тревогу. И вот она сидит, говорит, что я так сижу, 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 и потом вдруг я вспомнила, что я забыла, что я в очках. Вот эта фраза построена вот таким образом, она очень важна. Я вспомнила, что я забыла, что я в очках. Так вот, идея такая, что есть такие очки в нас, причем, как бы у нас все время очки меняются, линзы меняются, в зависимости от, вот я смотрю на вас, у меня одни линзы, я посмотрю на свою маму, у меня другие линзы будут, посмотрю там на свою девушку, у меня будут третьи линзы. Все время меняются эти линзы, и я не могу их снять, отменить. Что значит, я буду смотреть на свою девушку, на вас и на маму одинаковым абсолютно зрением не могу я, потому что мы уже в определенных отношениях. В определенных. Это заданный контекст. Вы мне не мама. Мама не вы. Не могу вас одинаково нас смотреть. У меня разные, получается, переживания, связанные с вами. Разные. Но вот эта способность заметить, что у меня есть это переживание. Вот про что это. И когда я все про это пропанчу, про это ведомо, про все это рассуждаю, это именно про это. Не отменить эти программы, а способность их заметить. Если я замечаю, я могу быть больше этого. Я могу в меньшей степени от этого зависеть. В меньшей степени. Это не отменяет моего отношения. Но в меньшей степени зависеть от него. Вот в чем я делаю. У меня появляется чуть больше внутренней свободы. Ну, то есть вообще не отменить их, а ослабить просто влияние. Ну, цель. Да. Перестать быть автоматом. Перестать быть... Ну, то есть вот еще раз. Настя, та Настя, вспомнила, что она в очках. Она их не сняла. Она просто заметила факт, что она в очках. Потому что до этого она забыла этот факт. Еще раз вот то, что Сократ говорил. Я знаю, что я чего-то не знаю. Вот это знание, что я не знаю. Это знание, что в моих отношениях с мамой есть определенный оттенок этих отношений. Какой он. И в какие-то моменты, может быть, как раз таки я могу их быть больше этого и видеть в маме как раз не только маму как функцию мама, вот мама-сын, да? А я могу видеть в ней что-то еще больше как раз вот этого человека, который живет своей жизнью. Какие-то другие аспекты. Просто потому, что я заметил, что да, во мне есть эти вот это отношение определенной книги как маме тоже. Окей. Сейчас я прочитаю, что еще написали. Инна пишет, а это был выбор, значит, возвращаясь к ситуации с Крымом, а это был выбор девушки не приходить больше в группу или что-то было от группы. Я пропустил этот момент. Ну, было от группы. Конечно, мы вот, собственно, дали обратную связь. Ну, в смысле, что мы поговорили, после того, как это произошло. То есть, не в тот момент, потому что в тот момент мы несколько так оторопели, во-первых, от происшедшего, а во-вторых, просто у нас время уже там было, подходило к концу, это было многому там, потому что это бы запустило еще новую волну. Но на следующий день, после разговора в чате, мы проговорили это. И понятно, что было поднято, опять же, много чувств, связанных с этим, и сказаны достаточно, наверное, резкие слова. И потом та девушка, она, посмотрев эту запись уже, она уже написала, опять же, в чате, что вот она больше не будет приходить. Вот такая была ситуация. Ну, действительно, группа ее отторгла, это факт. Почему? Потому что невозможно было с этим. Инна, вы хотите что-то еще сказать, добавить? Да, но вообще интересно, что это прошло мимо меня, и я как часть группы, видимо, никак не реагировала. Это интересный феномен. У меня почему-то возник такой, скажем, когнитивный диссонанс, когда я вот сейчас слушаю, смотрю вот на эту всю ситуацию, когда обсуждаем искажения. Если я расширяюсь сейчас в точке контакта, то, о чем говоришь ты, в моем поле, например, появляется еще образ, созданный в Сальвадором Дали, который под своей картиной имел в виду еще кучу смыслов, обратившись к мифу и творчеству древнегреческого товарища. И когда я понимаю, что ты говоришь про искажение, у меня возникает когнитивный диссонанс, понимая, что, например, в моем поле Сальвадор Дали изображал метаморфозу, которая говорит о каком-то развитии, движении, и если смотреть шире, сам процесс метаморфозы – это тоже какая-то трансформация, причем, если я буду смотреть на уровни природы, геологии, биологического существа, психики, сознания человека, они настолько комплексные и сложные, что вопрос с искажением для меня начинает отпадать в момент, когда я понимаю, что если ты про себя не знаешь и не понимаешь, как вот эти метаморфозы проходят, не проходишь через этот процесс, то очень сложно в контакте с другим это оценить. И вообще вопрос даже не оценки, а как совместно проживать ситуацию, когда действительно искажение или метаморфоза происходящее в моменте. Это вот первое, на что я откликаюсь, и мне кажется, я еще буду продираться через это, потому что мы живая природа, и буквально в каждый момент контакта вот сейчас тоже что-то происходит. И второе, мне очень стало интересно с точки зрения, а что объединяет нас все живые организмы, вот находящиеся в моменте здесь и сейчас в разном контакте. я имею в виду не виртуальное пространство, а физическое пространство. Я пока что это заметила на растениях, которые у меня находятся в доме, и я тоже пока пытаюсь понять, как с этим быть. В момент, когда началась война, у меня ряд растений отреагировали на это по-своему, и я вижу, есть ряд физических изменений, которые могу наблюдать глазами. И приходящие люди, кто смотрят на эти растения, тоже отмечают, что растение пережило какой-то стресс. И я понимаю, что есть некая взаимосвязанность нас, как живых существ, которые мы можем проживать одни и те же условия. С одной стороны, одинаково, но условно. Если я нахожусь в квартире с котами, животными и так далее, вдруг начинаю резко нагревать температуру воздуха внутри. С нами же происходит метаморфоза. И мы по-разному, как живые организмы, вроде живые, можем реагировать на изменения вот этих условий, которые внешние. И мы находимся в одной зоне, скажем так, в одном пространстве. И вот что с нами происходит тогда, про эту взаимосвязанность, и какие у нас есть выходы. Я понимаю, что эти вопросы я пока себе задаю, но по крайней мере я их озвучиваю, потому что я их вижу, я их вижу, и я их чувствую. И возможно, это будет полезно окружающим тоже обратить на это внимание. Спасибо. Ну, тут два отдельных вопроса. Первый вот по поводу этой картинки, которую я использую. Чем хорошо искусство, особенно такое сюрреалистическое, что в принципе мне как зрителю наплевать на то, что думал там автор, что он там придумывал себя. Я вижу свое. То есть это очень важно, что у нас встреча с искусством происходит лично. И понятно, что выделяя определенный контекст, я там могу обрубать все остальные. Я использую эту иллюстрацию в контексте. Я не могу особенно сюрреалистическую. Там можно таких контекстов найти огромное количество, что просто миллионы. Вот я ее беру в определенном контексте и говорю, вот здесь давайте посмотрим на это вот таким образом, на эти аспекты. Все остальные мы сейчас отрубаем. То, что думал там автор и что ему приснилось, это как бы вообще выходит за пределы моего рассмотрения здесь. Это не культуроведческая лекция. Вот. А, соответственно, вторая часть, вот, собственно, когда я действительно в одном пространстве нахожу себя с другими живыми существами, например, с растениями, с животными, как раз таки вот моя идея в том состоит, чтобы посмотреть на них, посмотреть на связанность всего со всем, не фокусироваться на себе только любимом. Вот я сейчас себе температурку тут увеличу, а они как будут, а что с ними будет, а я ведь тоже с ними связан. вот это посмотреть шире, посмотреть как раз не на свою изолированность, на отдельность, а на какую-то сеть наших взаимосвязей, собственно, это и есть основная моя какая-то тема всех этих разговоров, тема всего буддизма, о том, что ты не один здесь, ты не отдельен здесь, ты все время с кем-то, ты все в каких-то отношениях. Вот опять же, если мы переходим от этого, чтобы уже завершить эту тему вот этого нарцисса, который там застыл, застрял, и группы, которые его отторгают, то, что я говорю, что посмотрите, что не только его сосуществование с людьми, может быть, это только один аспект, но его сосуществование с чем-то еще, с кем-то еще, с вещами, с природой, с огромным количеством всего, того, что есть. И здесь, как раз, если мы возвращаемся все-таки от концептуального рассмотрения к нашей практике непосредственной, вот о чем вчера Владимир тоже говорил, что мы рисуем эти какие-то схемы, карты, но лишь для того, чтобы в практике это начать замечать в большей степени. И в практике мы всегда опять же замечаем что-то актуализирующееся прямо сейчас. Но актуализируется оно что-то просто автоматически, какой-то контекст, контекст сам с собой приходит. Ну, не знаю, мы сейчас с вами разговариваем, но в принципе основной контекст это вот, наверное, наш разговор, да, мы слушаем, я говорю, вы слушаете, вы отвечаете, что-то. То есть у нас есть какой-то обмен, мы стараемся что-то понять, что-то разобрать, задать себе какие-то вопросы. Это основной контекст нашего внимания, да, вот в этой сфере. Но при этом, пока вы сейчас меня слушаете, ваша задница, извините меня, касается какой-то чего-то, подушки, стула, прямо сейчас. Вот внимание, раз туда метнулось, наверное, да, я так предполагаю, но здесь. Это тоже, просто это не замечалось, это удалялось из контекста, удалялось как бы просто вниманием. Но оно было здесь. Если я сейчас, или вы, все мы вот так как-то обратим внимание, основа, где мы находимся, в каком своем пространстве, вдруг этот контекст станет более явленным нам. Воздух. У нас дыхание происходит ежемгновенно. И вот пока мы разговариваем, мы как бы не осознаем этого дыхания. Вот сейчас я предлагаю осознать свое дыхание. Вот воздух туда-сюда ходит, туда-сюда. Я в постоянных отношениях с пространством и с воздухом. Опять, внимание просто туда переключилось, и это стало явленным. Так вот, мы всегда, мы не можем охватить вот этой всей Вселенной во всем ее многообразии. Но мы как бы разворачиваем свое какое-то поле внимания каким-то разным аспектом. Сюда, 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 сюда. Он какое-то очень многомерное такое. Вот люди, вот как я с этими людьми. Вот как я сейчас там, вот я закончил разговор. Куда я? Что разворачивается передо мной? Какая сеть, опять же, какая сеть связей? Это может быть уже не люди, это могут быть предметы, объекты. Это могут быть цветы, это могут быть еще что-то. Всегда есть вот эти аспекты моей связанности с миром, но они всегда ограничены просто полем моего внимания. В этом поле, опять же, либо я могу быть зашорен вот в чем-то, вот опять, либо я могу быть шире. Но всегда в каком-то контексте. Окей, на этом я завершу. Мария, скажите, пожалуйста. Доброе утро. Так, я попробую включить камеру, просто у меня плохая сеть, и если будет меня плохо слышно, я камеру выключу. Хорошо. Доброе утро, доброго дня вам всем. Очень, во-первых, мне хочется большую благодарность Валере вам выразить за эти лекции, я их собираю как какие-то бусинки и драгоценности, и что-то переслушиваю, потому что и записываю по-своему как-то, смотря, как мои истории, пытаясь наложить, что ли, да, вот как Анастасия сегодня рассказывает про то, как она это понимает, как это можно приложить, я делаю то же самое, пытаясь свое, какой-то совершенно событийный мир прикладывать к этим определениям, потому что вроде бы это все есть в моем восприятии, но какими-то другими словами, с какими-то другими перспективами, и мне хочется сегодня поделиться вот тем, что я сегодня в медитации какой опыт переживала, и он связан с некой предысторией, вчера, например, я встретила очень приятного и доброго человека, подругу, и она была тоже со своей какой-то знакомой, мне незнакомым человеком, мы очень долго разговаривали, очень интересные нам обеим, я бы сказала, троим темы, мы долго-долго говорили, в какой-то момент вот эта незнакомая женщина вбрасывает какую-то информацию, которую я ощущаю как вот, если бы физически я бы могла ощущать, как что-то очень ранящее, не меня лично как вот, то есть это не ко мне обращено как вот к персоне, а как информация, содержащая какой-то контекст, какой-то образ, который я могу, и я понимаю, что вот эта информация уже прозвучала, я ее как бы выбросить не могу, и я ее, вот я, наверное, этим хочу поделиться, я ее как бы в каком-то смысле остановила не женщину, информацию, я ее, как знаете, вот я же вижу, когда мне на телефон приходят сообщения, я вижу, но я не обязана их сразу открывать, то есть я вот на почту пришел письмо, и я знаю, что оно там есть, и я уже знаю примерное содержание, но распаковывать прямо сейчас я его не буду, потому что вот сейчас я с вами разговариваю, и мне вот это сейчас важно, но я уже думаю о том, что там есть письмо, и вот это письмо вчерашнее, вот в качестве этой информации, оно что-то такое взбудоражило, я понимала, что градус очень велик, я его оставила непрочтенным, мы завершили какой-то наш диалог, я как-то провела свой вечер в том, что я живу, но это письмо, оно вот, оно есть, оно есть, я его знаю, и сегодня в медитации, в момент, когда уже мы пришли к слушанию, эта информация вспомнилась, я открыла это письмо, я открыла это письмо, и я поняла, что вот эта информация, как будто вот ин, это я где-то услышала, такой, мне нравится этот очень образ, что вот ин, то есть входит в меня какая-то форма, информация, и я понимаю, что вот я сижу в медитации, слушаю, ощущаю свое тело, я помню, что сейчас скоро я буду открывать глаза, и еще есть эта форма, которая как будто требует какого-то вхождения в меня, и хочет мою форму как-то преобразовать, и это уже часть меня, вот как еда, вот Настя про яблоко говорила, я понимаю, что это как еда, это уже во мне, но какое место она займет, и я вижу, что это настолько меня пугает, что я начинаю как бы запаковываться в эту форму, которая мне предложена, и одномоментно, так как я распаковала это письмо в медитации, то я уже в таком расширенном достаточно состоянии, я возвращаюсь и начинаю как бы коррелировать, как-то взвешивать, что вот мое тело здесь сидит, а вот эта информация, вот я слышу вот это, а вот эта информация, а вот я уже открываю глаза, вижу, что я здесь, а вот эта информация, и постепенно, постепенно, как будто все ваши лекции вот за какой-то последний период, они у меня срослись в одном вот этом опыте сегодня, когда я на своем проживании, своей жизни и восприятия, и того, что приходит ко мне из такого условного вне, как я могу с этим быть, не отторгая и не захватываясь, то есть эта форма осталась во мне, информация осталась во мне, но я чувствую, что я ей не отравилась, что ли, а она просто стала частью как бы меня, маленькой, ну какой-то, я не знаю, маленькой, но точно не всей мной, и интересно еще такой, у меня родился сегодня образ, пока вот говорила и Настя, и вы, Валерий, я вспоминаю, как меня обучали живописи, когда еще там и в школе, и в университете потом, и мы начинали рисовать предметы, вот то, о чем Настя говорила, вот предметы, вот он, просто яблоко просто на листе, там нет ничего, ни стола, никакого окружения, а потом начали как бы привлекать мое внимание, объясняя, что вот как предметы, то есть я нарисовала цвет яблока, мне преподаватель говорит, посмотри, что там стоит рядом ваза, ты ее не нарисовала, конечно, но она свой цвет на яблоке как бы отражает, и, ну, тоже надо, ну, как-то это учесть и написать, я начала это писать, а потом за годы-годы мы писали натюрморты, потом портреты, и наше внимание учителя переносили на то, что мы в конце концов писали не предметы, а мы писали пространство между предметами, и сейчас только я, я, конечно, это где-то, ну, в моем опыте есть, но на уровень вот такой, о чем мы здесь сейчас, вот я, по крайней мере, вместе с вами, это вот про эту соединенность, что никакое яблоко нигде не висит и не может находиться отдельно от всего, во что оно вписано, и я точно так же вписана в контекст, и люди, которые приходят и говорят мне какую-то информацию, они также дают какое-то отражение, вот эту информацию, в общем-то, вывода никакого нет, есть вот только благодарность и вот желание поделиться, как это у меня сейчас. Спасибо, Марина. Мне кажется, очень такое важное дополнение, особенно вот с этой живописью, так прям, такая метафора очень красивая, она и метафора, и реальность. Вот так и есть, что эти яблоки не висят в вакууме, не всегда в отношениях и с нашим взглядом, и с огромным количеством всего другого, со светом, с всем. А вот это вот тоже, вот это первое, про что расскажу, про свой опыт информации, мне кажется, тоже это очень важно, именно как практический вот этот вопрос, то, чем мы здесь занимаемся, что-то есть немедленная реакция на что-то, на информацию, на любую, на входящую информацию. Есть время, и, конечно, хорошо, если у нас есть время побыть с этим, вот то, что мы там делаем, все эти практики, когда мы просто садимся и мы с чем-то пребываем. Да, вот как там, есть такое дзенское выражение расхожее, что самое лучшее, что ты можешь сделать в любой трудной ситуации, это посидеть с этим. Ну, то есть, как бы не избегать, не реагировать сразу, не реагировать немедленно, не делать. Вот если есть такая возможность. Иногда нужно реагировать, там сеть, вот машина мчится, нужна такая вот информация, машина на меня мчится, нужно немедленно среагировать. А бывает, что если есть зазоры, если есть время побыть с этим, потому что действительно проходит время, и мы по-другому к этому относимся. потому что первичная реакция обычно как раз захватывает автоматическое что-то приходит если я могу побыть с этим, отпустить это то там происходит какое-то расширение ну вот как вы говорите что я услышала и так, окей, не буду успаковывать это письмо, это как Скарлетт О'Харова в фильме «Унесенные ветра» я подумаю об этом завтра то есть вот это это хорошее такое, отложить если есть возможность, отложить и побыть как человек еще говорит переспать с этим что-то происходит, что-то меняется я утром могу совершенно по-другому оценить то, что было а медитация наша в этом смысле конечно очень хорошая способ побыть с чем-то, с чем угодно со всеми своими переживаниями со всей информацией, которая входит который становится сегодня частью меня и вот это вот как бы расположение ее уже где-то внутри так что спасибо вам тоже за этот пример окей, Владимир, скажите и мы на этом будем сегодня завершать да, ну, мое послание ускоряло, потому что я руку поднял ну, тем не менее ну, для меня центр вашей лекции травматолога это вот панха эгоистическое цепляние ну, жажда привязанность к жажде вот я, мое ну, мне действительно нужно чтобы жить в этом сенсатическом мире заботиться о своих границах о заработке да, о том, чтобы не нарушили кто-то другой да, но тем не менее расширение то, что вы называете расширением в нашей практике да, значит, оно вовсе этому не противоречит потому что ну, я приводил, например там, настоятель Шаолинского монастыря который, будучи расширенным очень быстро и конкретно решает вопрос там о поставке вагонов, например да, или я сам много раз бывал в ситуациях очень опасных реальных для жизни когда вот именно это расширение, что ли она мне, может быть там, сохраняла жизнь по большому счету мою маленькую никчемную жизнь да, и вот и здесь может быть это такое диалектическое противоречие которое снимается когда не то, чтобы мы переходим это не какой-то другой уровень но вот здесь никакого противоречия между выживанием моим там, как биологического существа и включенностью вот этого псевдосознания в огромную целостность нет может быть есть еще там какие-то уровни может быть мы включаемся как клетки включаются всего любая наша клетка включена свет далеких звезд да все метавселенные метагалактики не приключаются в метавселенные как бы так сказать фейсбука вот поэтому ну вот я собственно об этом что занимаясь путем идя по пути мы выходим за пределы этого противоречия и эта жажда она нужда без нее мы бы растворились хотя вот мои столкновения ну я не сталкивался с Джоном Ча например я сталкивался с его учениками или там не знаю с большими мастерами да у них вот этого вроде бы как и нет они там давно расширились и стали одним целым с миром с пространством вселенной не знаю чем с природой Будды и это не мешает там кушечка там спать да есть да шутить смеяться некоторые курят вот вот я видел жадных великих учителей вот и вот этого противоречия нет это первое второе что хотел сказать ну вот ситуация с Варей или с Варварой на мой взгляд это с девушкой которая сказала что она едет в Крымный музыкальный фестиваль на мой взгляд она показала ну некую такую не то чтобы там незрелость на самом деле да это был хороший способ выйти за пределы вот этого я к себе это отношу не к вам не к Шарте потому что и вот наши конфликты по поводу войны противоречия между русскими украинцами вы за что за красных или за белых за Путина или за свободу Украины это же тоже достаточно на мой взгляд локальное противоречие которые ну не то чтобы они снимают всеобщие там вражер хипс о мэн но они они могут быть саняты потому что мы человеческие существа мы как бы и не человеческие существа мы находимся мы есть природа будет а в ней нет никаких противоречий проблем она не захватывает ничего вот ну ладно это я уже я ударился как бы это сказать в некую проповедь все собственно все что хотел сказать так что спасибо за внимание спасибо Владимир за беспокойство ну да по поводу первого что действительно это в этом ну как если говорить буддийским языком что это как махаянским таким что сансара и нирвана они как бы могут сосуществовать и собственно наша задача как бы сделать так чтобы они сосуществовали в каждом из нас вот насчет второго ну я не знаю честно говоря здесь как бы просто пока война идет это действительно очень очень трудная тема не знаю смог смогла ли бы какая-нибудь зрелая сангха могла либо она существовать вообще как-то вот решить это так таким образом ну опять же в силу того что у нас еще и не то есть люди приходят и уходят и варвара сама она так заскакивала сюда не каждый день поэтому тут еще в этом проблема тоже окей хорошо давайте мы на этом завершим спасибо большое всем за долгое терпение за внимание за вовлеченность в это я эти свои вот эти наши разговоры вот эти лекции хочу выделить в отдельные ну в смысле что их так вырезать сделать такой отдельный сериал так что если там захочется пересматривать их как-то переслушивать какие-то моменты будут возможности сейчас этим потихоньку занимаюсь окей ну что счастливо до встречи субтитры